Вы знаете, по отношению к Джуне я с ней не была знакома. Ну, кстати, вот, наверное, месяца три-четыре назад у нас была награда за сбережение народа. Нас награждали медалями, и она там была в этом помещении. Как-то так она мне улыбнулась, так мило, и я как-то так тоже ей поздоровалась. Ну и больше ничего. Но вы понимаете, Джуна, она, видите, женщина, трагедия у нее случилась. Понятно, что, видите, говорили, что она ведь и правда лечила и президента, и высоких людей, занимающих высокое положение, помогала им. Но это замечательно. Но что касается ее, то, конечно, трагедия, что она потеряла сына, и для нее уже жизнь не существовала. И поэтому жить ей уже, она жила бессмысленно в этой жизни. И поэтому я ее не осуждаю. И как я могу ее осуждать? Ничем. Мне ее жалко, потому что она потерпела трагедию потерять единственного сына. И, наверное, после этого у нее жизнь закончилась. И что можно сказать? Вот она и ушла из жизни. Причина, мне кажется, вот эта. Мое отношение, ну как, я вообще к ясновидящим. Ну, если дано, значит, замечательно. Дано. Такое бывает, конечно. Так же, как и наша национальность цыганская. Это необъяснимое, действительно, необъяснимое чувство, интуиция. Такая, что я вот, и даже я по себе, моя жизнь это какое-то чудо. Действительно, я считаю себя счастливым человеком. Потому что мои мечты, о чем я маленькая мечтала, они сбылись. Все. Я актриса, у меня замечательная дочь, муж, внуки, правнуки. Так что данная нам, цыгану, вот это люди природы, наверное, поэтому мы тонко чувствуем людей. Я могу чувствовать людей, я могу видеть людей. Я ничего не буду говорить, но я знаю. Так же это и Джуни, наверное, было дано это. Но она помогала, она же еще была медик, по-моему, по образованию. Видите, помогала многим людям. Все говорят ей спасибо, поэтому что я могу сказать ей? Царство небесное, что и мне ее жаль, что она потеряла сына. Самый дорогой в жизни это ребенок. И у нее жизнь была бессмысленная. Ну, что можно сказать? Вот и все, что я могу сказать от Джуни.